Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня мы с вами будем тестировать новинку от компании Арифлейм, тушь серии Giordani Gold с металлическим аппликатором. Заявлено, что тушь очень хорошо удлиняет, прокрашивает ресницы и создает эффект, как будто бы уже я накрасилась подводкой. У туши очень интересный аппликатор, как вы видите, он такой необычной формы, металлический. Когда я первый раз его увидела, первое, что мне пришло в голову, то что он похож на шуруп, как будто бы шуруп обрезали и приставили вместо щеточки для туши. У туши очень богатый состав, который ухаживает за ресничками. Рис, подсолнечник, пальмитиновая кислота, саловое дерево, пчелиный воск, пантенол и аппигенин. Но для нас с вами самое главное, как же будет смотреться тушь на ресницах. Действительно ли ресницы будут волшебные и необыкновенные? Честно, я уже тушь эту попробовала, получила заказ еще вчера и сразу кинулась ее тестировать. Потому что мне было безумно интересно, что же это за новинка. И сразу вам скажу, что эффект, который бы я хотела, я не получила. И вы сейчас сами увидите все это. И в конце я расскажу, как тушь смывается с ресничек и какой эффект получаем. Итак, начинаем пробовать тушь. Я снимаю излишки с аппликатора. Что интересно, аппликатор выглядит практически как будто он без туши. Я вижу металл, то есть он практически прозрачный. И смотрите, как идет окрашивание. То есть очень легко подобраться к самому основанию ресничек. Что я сразу заметила, ресницы прокрашиваются неравномерно. Они очень быстро становятся такими длинными. Но не все, частично. И сразу склеиваются. Прямо вот пучками, пучками склеиваются. Поэтому на один глаз я буду красить вот как просто вот из туши. На второй глаз я буду красить вместе с щеточкой. Потому что без щеточки для разделения ресничек тут абсолютно не разойтись. Поэтому вот я пытаюсь разделять самым наконечником. Но он тупой. И в общем-то подцепить очень трудно. Но сразу реснички выделились. Как мы видим. Так, вот один слой нанесла. Как мы обычно делаем. Даем ему чуть-чуть подсохнуть. И потом будем красить второй слой. В это время я займусь вторым глазом. Вот смотрите, что получается. Ресницы действительно выглядят более как бы длинными. И они распахнулись. Но они все склеены. Меня это абсолютно не устраивает. Я люблю, когда реснички прям одна к одной. Такие тоненькие, разделенные, эффектные. Как веер. Так, и сейчас я крашу. Надеюсь, хорошо вам видно. Второй глаз. Вот так вот. И сразу возьму разделительную щеточку. У меня обычная одноразовая кисточка. Я обычно ей все делаю. И расчесываю реснички. Чтобы их разделить. И оставляю первый слой сохнуть. Ну, вот так вот как-то получше. Красим второй слой на первый глаз. Который мы без разделительной щеточки отделаем. Также сняла с кончика излишки. И стараюсь, обратите внимание, я стараюсь прям поближе к основанию ресниц подойти. Чтобы добиться этого эффекта подводки. Поясницы от второго слоя безобразно склеиваются. Как вы видите. То есть прям пучками, как паучьи лапки. Ужас. Для меня, конечно, это кошмар. Так, набираю еще тушь. Пока второй слой здесь сохнет, я работаю со вторым глазом. Там, где мы разделяем. То есть помогаем щеточкой дополнительно разделить. Так. Так. Накрасила. Быстренько упаковываю. Беру щеточку, быстрее расчесываю, пока она не высохла на ресничках. В общем-то неплохо. Согласитесь, разница какая огромная. Я сейчас закрою глаза, чтобы вы посмотрели, как вид сверху. Открываю. Конечно, вот там, где я работаю щеточкой, гораздо лучше. Но, что я заметила. Из-за того, что кисточка мне абсолютно непривычная и немножко неудобная. Я испачкала себе верхнее веко. Может быть, вам не очень видно, но я-то вижу, что там есть ляпки. А я к этому не привыкла. Обычно я крашу тушью пять в одном и просто делаю три слоя. Ни разу не испачкала себе вокруг глаз. То есть мне никогда не приходится подтирать глаза. То есть сразу идет эффект. Ну что, делаем третий слой. Как обычно, три слоя, чтобы уж посмотреть, что получится. Так. Также беру тушь. Эту же щеточку. И делаю третий слой. Ну, я ничего не могу сделать своими ресницами. Они все склеились. Тушь лежит комками. Ну, конечно, так ходить нельзя. Может быть, конечно, они смотрятся черными, эффектными. И даже, действительно, глаз стал более выразительным. Но вид просто ужасный. Второй глаз. Ну, чуть-чуть даже тушь не обмакнула. Просто перевернула другой стороной. И немножечко накладываю еще один слой. Для пущей красотищи. Так. И быстренько расчесываю. И снимаю излишки. Так. Ну, в общем-то, я успела. Итак, давайте подводить вердикт. Да, выносить вердикт. Если пользоваться без щеточки дополнительной, то так ходить нельзя. Ужасно слиплись. Все друг другом переплелись. Я даже не представляю, как я сейчас его буду распутывать. Когда я пользовалась щеточкой, то ресницы очень даже неплохо прокрасились. Они лежат так веером пушистеньким. Но эффекта подводки нету. То есть, да, то, что мы ожидали с вами. То, что было заявлено. Просто единственное, что мне понравилось в этой туши, это ее состав. Классный состав. То, что она ухаживает за ресницами. Но красить ей очень сложно. То есть, это нужно время. Это нужно иметь щеточку всегда под рукой, которая распутает. И быстро ловить момент, пока ресницы не склеились и не высохли. Вот, тогда ходить можно будет. Как она снимается? Если просто потереть пальцем глаза. Просто, например, я забылась и потерла кулачком глаз. Она размазывается. То есть, она не кусочками сваливается. Она размазывается. Держалась она хорошо. Я несколько часов с ней походила дома. Она не осыпается. Все было замечательно. Но она растирается. То есть, прям как такое размазывается. Водой она смывается. Ноль водостойкого эффекта. То есть, и когда я ее смывала, она просто вот так вот размазывалась, как глазки панды. Но легко снялась с средством. Я попробовала метеляркой снимать. И попробовала моим любимым средством для снятия водостойкой косметики. Снялась вообще просто идеально. Даже просто водой, если ватным диском потереть, тоже сотрется. Но я все-таки предпочитаю до конца, чтобы чистенько прям снять, использовать какое-то специальное дополнительное средство. Поэтому, что я могу сказать. Я, конечно, тушью буду этой пользоваться, раз уж купила. И стоит она не дешево. И буду пользоваться ей со специальной щеточкой. Но повторную покупку я уже не сделаю однозначно. Но я надеюсь, что такой эффект только у меня. А у вас будет намного круче, интереснее, если вы купили себе такую тушь и попробовали. Напишите в комментариях, какой результат у вас. Довольна ли вы этой тушью? Оправдала ли она ваши ожидания? И до новых встреч на нашем канале. Если видео полезное, ставьте лайк. И до общения в комментариях. Пока-пока. С вами была Лилия Донскова. GoPro с топ-видео.